Антон Прибытков не дожил до 14 лет ровно неделю. Он умер в конце июня 2009 в областной детской больнице. После отдыха на море у мальчика поднялась температура. По словам отчима, врачи скорой сказали, мол, это обычная простуда. Но вскоре Антон стал жаловаться на сильные боли в ноге. Ночью его отвезли в областную детскую больницу. Там поставили диагноз – острый гематогенный остеомиелит. Проще говоря, воспаление костного мозга. На утро только была проведена операция для получения костного мозга и дальнейшего исследования. После операции, через некоторое время, состояние ребенка резко ухудшилось и ребенок умер. После проведения анализов диагноз уточнили. Оказалось, что у мальчика сепсис. Воспаление не в каком-то отдельном органе, а во всем организме. Это очень тяжелое заболевание. По словам замглавврача по лечебной работе, большинство детей, которые поступают в больницу в таком состоянии, как Антон, умирают в первые сутки. Ребенок умер от генерализованного инфекционного заболевания, которое вызвало грубые нарушения во всех органах и тканях. То есть вызвало воспалительный процесс в головном мозге, вызвало воспалительный процесс в легких, вызвало воспалительный процесс в кишечнике, в печени. Родители достаточно поздно обратили внимание на то, что ребенку, в общем-то, нехорошо. В этой книге имена и диагнозы всех детей, которые умерли в областной детской больнице. В этом году 71 ребенок. Цифры страшные, но это меньше 1% пациентов. От сепсиса в год умирают около 10 детей. Статистика неутешительна. Шансы выжить 50 на 50. Следствие по делу Антона Прибыткова тянется уже 4 года. До суда дело пока так и не дошло. Материалы находятся в прокуратуре. На сегодняшний момент проведено 8 различных экспертиз исследователей и исследований. Две из них провела Главное бюро МОЗ Украины в городе Киеве, где было установлено то, что врачи установили неправильный диагноз, была неправильная тактика лечения, что повлекло к смерти ребенка. Если виноваты, то значит они должны принести наказание. В областной детской больнице в квалификации врачей не сомневаются. Говорят, результаты как минимум трех экспертиз и гистологических исследований подтверждают правильность диагноза и методов лечения. С выводами Главного бюро судмедэкспертиз в больнице не согласны. Что касается вывода Киевского бюро, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, то мы его оспариваем, потому что оно не базируется на данных медицинской документации, которая в данный момент отсутствует. Оно не базируется на данных гистологии, гистологических исследований, которые являются абсолютно объективными, потому что это единственное. Все остальное, мнение экспертов, мнение и так далее, это все субъективно. В прокуратуре нам подтвердили, что следствие по этому делу идет и в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Виталий Милевич, Дмитрий Бондаренко, телекомпания АТВ.